друзья приветствую вас и в этом видео я хотел бы поговорить о очень важном моменте представьте что в вашу команду приходят опытные люди люди с предпринимательским опытом предприниматели с ресурсами с навыками с пониманием того что нужно делать представьте что вашу команда наполняется такими людьми которые готовы сразу действовать и которые готовы сразу создавать результаты представьте что ваша команда состоит из предпринимателей людей которые реально понимают что нужно делать в сетевом бизнесе представьте эту ситуацию мне кажется что любой человек сейчас к этому и стремиться, потому что чем сильнее команда, тем сильнее бизнес. И задача создать команду на миллион долларов. Как создать команду на миллион долларов? Пригласить людей, которые готовы быть людьми на миллион долларов. Как сделать так, чтобы в вашу команду эффективно приглашать предпринимателей, людей уже с ресурсами, с опытом? И в первую очередь, о чем я хотел бы сказать в этом видео, нужно научиться мыслить и научиться говорить как предприниматель. Давайте честно посмотрим на ситуацию, на чем сфокусированы сетевики и люди с мышлением наемных сотрудников. Они сфокусированы на том, чтобы зарабатывать зарплату. Они сфокусированы на месячном доходе, на вознаграждениях, на премиях, на бонусах, на каких-то комиссионных вещах. В их понятии времени месяц. И эти люди сфокусированы на эти вещи. И на эти вещи они приглашают других людей. Давайте посмотрим на другую ситуацию. На чем сфокусированы предприниматели? Предприниматели сфокусированы на создании активов. И очень важно, чтобы люди понимали, как создать здесь актив. Друзья, если мы приглашаем людей во время наших презентаций бизнеса только на деньги, только через деньги, а не через создание активов, то люди с предпринимательским мышлением не видят в этом бизнеса. Не видят в нашем предложении, в вашем предложении бизнеса. Важно видеть эту разницу. То, как мыслят и говорят сетевики и люди с наемным таким вот мышлением. И как мыслят предприниматели. И для предпринимателя важно не быстро, прямо сейчас заработать деньги на короткой дистанции, а для предпринимателя важно создать актив, благодаря которому через определенное время вызреет доход, прибыль, с которым он будет получать возврат на вложенные энергию, силы, деньги. И благодаря этому активу он высвободит время для своей жизни. И этот актив может работать без его активного участия. Предприниматели нацелены на создание активов. Люди, которые приглашают людей на создание активов, способны пригласить предпринимателей в свой бизнес, в свою команду. Я хотел бы дать вам задание. В течение одного дня, в течение, может быть, двух-трех дней отследите, о чем вы говорите во время ваших встреч по бизнесу. На каком языке вы говорите? Если вы говорите постоянно на языке зарплаты, месячного дохода, чеков, бонусов, комиссионных, то вряд ли вы пригласите предпринимателей. Посмотрите, о чем говорят ваши окружения. Если ваше окружение говорит тоже категориями вот этих коротких месячных интервалов, премий, бонусов, вознаграждений, то, скорее всего, вы вряд ли пригласите предпринимателей, потому что вы находитесь на разных абсолютно планетах. Ментально вы не пересекаетесь. И как приглашать предпринимателей? Показывать им, как они могут создать актив. И первый вопрос, когда я пришел из традиционного бизнеса, как предприниматель с опытом, я в первую очередь разобрался, и мне показали, как создать здесь актив. И поэтому я здесь. Поэтому я занимаюсь сетевым бизнесом. Я хотел бы сказать, что это является ключевым моментом, почему в вашу команду будут стартовать предприниматели. У предпринимателей есть понятие актива, есть понятие владения активом, есть понятие годового дохода. То есть, если вы мыслите такими категориями, если вы работаете над тем, чтобы ваше мышление было предпринимательским, то, конечно же, вы будете приглашать таких людей, которые являются предпринимателями. И ваш бизнес будет максимально эффективен.